норм так только здесь сидит шпаны нам надо какую-то часть армии потом будет кадр там вместе направить на покраску этого данжа данж нужен прям чувствую пригодится упадал по один город а у нас скоро будет 3 этот и данж куда потом мы пойдем вот вопрос хороший вот сюда наверное надо идти будет но в смысле вот отсюда сюда выходить потому что сюда прорыва подданш надо нычку анычка то есть ты предлагаешь салмира туда швырнуть что ли но потом как перспективе двусторонний монолит опять куда-нибудь вообще в какое-то говно идет без без дороги выпрыгнем на болотную зону и все и привет меня больше интересует мне нравится если деньги то найдется еще монолитик вот этот вот красный тогда да тогда мы заиграем здесь можем полноценно цепями орудовать не проблема нет не взял пока ничку дьяволов но как бы на этой неделе на вторую я думаю покрасить не пропадать это был чем оппонент нас занимает пока не совсем ясно не только с дорогами не завезло у нас то понятно что мы через всякую чистку то жопу должны выкручиваться были одна дорога непонятно куда здесь монолит не прорваться жаль ну вот сейчас мы октавии будем искать эти обратите выходы обратный он может видишь быть может где-то вот здесь быть где-то там а может быть где-то вот тут и попробуй найди попробуй угадай а вот так вот просто зашвырнуть туда войска что потом не получилось ну и потом всей силы бросить чтобы искать выход ну как-то это прохладно я так даже подозреваю что отсюда есть такой бездорожный проход куда-нибудь к раньше не исключаю такой вариант вот Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь какой-то синий монолит тоже куда-то непонятно ведется. Это третий монолит отсюда. Отсюда может выскочить внезапно какой-нибудь оппонент. Ну, желтый это совсем с другой зоной связанный, а красный только с этой. Надо выход красный тоже найти, красный. Тогда мы можем между этими зонами контакт наладить. Ух ты, взаимодействие будет. Видимо, одностороненько, вообще жесть какая-то. Ну, то, что мы здесь... Он близко замок, это очень хорошо. Тут можно в крайнем случае какие-то выходы искать. Если уж ничего другого не завезут. Я вот так сейчас подумал. Может быть, даже это будет и правильный путь через вот этот путь. Сейчас надо посмотреть вот здесь, куда ведет вот эта дорога. Если дорога не односторонник, не односторонник, то есть вероятность, что пойти в данжо было бы хорошим решением. Потому что здесь нам уже ловить нечего. Мы, в принципе, здесь все доели, все, что хотели. То есть, может быть... А сюда прорваться по-любому надо будет. Здесь мы Пандору возьмем все-таки с Алмиром. Я не уверен в эту Пандору, прям верю. И если повезет, наверное... Наверное, не повезет. Можно здесь его купить, оставить. Ну, вот замок надо обязательно взять. Обязательно. Там героя купить. Где-то углы, там будет большая наша зона с множеством выходов. Если там мы выйдем на дорогу... Сейчас покажу схему еще раз. Сейчас видно схему. По идее, должно быть видно. То есть, мы... Вот эта вот зона нам нужна. Из нее много очень интересных направлений. В том числе, к компам. В том числе и к трежу какую-то. То есть, мы сейчас вокруг вот этих зон ходим. Вот эта зона... Мы вот в ней красим там шахты. И тут серная шахта, которая за штормами была. Нам об этом показывают. Сейчас, как-то грифонов мы пробивали тоже, тоже. Вот это один фиг, это одна зона, она просто может разделена на две части. Вот этот портал наверх, я так подразумеваю, что вот он даже идет по дороге. Дорога из него выходит. Возможно, мы вот так вот выйдем на дорогу. Вот здесь вот на травку попадем... А, никуда не попадем, кстати. Здесь нет ни комп. Значит, это не тот вариант. Компы-то отдельные и башня у нас. То есть, мы из этой зоны, через монолит, мы выходим, наверное, сюда. Или вот сюда. Пока не могу даже. Скорее всего, вот эта зона, вот эта зона ртутная, это где через монолиты. И с данжем. Из нее есть пеший проход к оранжевому, вот сюда, через болото. Через нее есть проход к оранжевому, есть проход тоже, опять же, в центр вот этот. Самый, супер трэжу. Ну, не супер трэжу, как это. Громкое название, конечно. Но, тем не менее, отсюда можно уже там тоже не видеть. Но это все, конечно, хорошо, но важный путь на этом шаблоне, ну, как я знаю, развивается через вот эту зону все. То есть, разные выходы. И у кого вот эта зона с большим количеством направлений, ответвлений, не односторонников, тот обычный на коне на этом шаблоне. И, как правило, это у красного происходит так. Синим приходит удовольствоваться тем, что есть. Как в данном случае нам. Нам, из-за того, что нам несколько раскладов по блоку мы рестарт брали, тоже выбирать тут супер не приходится, где играть. Ну, вот сейчас я говорю, Октавии проверю. То есть, если там выход есть на эту зону, вот здесь вот по дороге какой-то изменяемый, не односторонник, то можно будет через нее и поиграть. Вот эта вот шахта гемов, это как раз и есть вот эта зона с большая, с тремя шахтами. Ну, может быть, это еще какая-то случайная отража, могу ошибаться, но, скорее всего, это... Так. Так. Ну, почти. Ну, расклад спору нет, печальный, но это делает его интереснее, игру на нем. Да, понятно, приятно всегда, конечно, играть шоколадные там расклады в фурненных партиях, но... Ну, ладно, и так сойдет, ребят, ничего страшного. Так, давай думать, что у нас получается. Эфриты, ангелы и единички бедов, я так понимаю. Я думаю, что как-то так. Скорее всего... Немножко единичек еще оставим. Где-то все равно не жильцы здесь вот в этом раскладе. Компьютер не справился. Компьютер не справился. Субтитры сделал DimaTorzok Чувствую мне такое прям ощущение не покидаешь, что ангел отъедет здесь Эфриты уже потихонечку начали сворачивать копыта Так Тяжко заходит, спору нет, тяжко, ну блин, что делать же надо Ой, как же жестко получилось-то, а Что ж ты ее убил-то Сейчас он как за этого Он ходил уже в этом раунде Да, он выйдет Будет очень больно Но у меня же есть еще шанс на мораль Так, теперь Переходим к плану Б, расчищаем Жертвуем гогами к чертям Сколько гоги вносит? По три штуки Смешно, реально можно отъехать М-м-м-м М-м-м-м Торт не торт, но блин Блин Удаю Теперь прячем ангела Гоги уже не интересно ребятам этим Гоги уже не интересно ребятам этим Походу у нас если выживет, то только один ангел Если выживет Если выживет Субтитры делал DimaTorzok 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 Какая жопа Недооценил я немножко, думал попроще будет Дипломатия Субтитры делал DimaTorzok Как хорошо все Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ольга. Продолжение следует... 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 на фарфакт возьмем как бы не печально печально не звучало это брать к сарфактам это все говнище почему темп такой слабый да потому что потому что с дорогами нам не свезло и раскладец у нас как бы был не сильно шибко прям аховый чуть не слился только что в конце в этой слабый слабый делать интересно да в том то и проблема что нету ни объектов ничего ну в принципе сейчас будем действовать как и планировали по графику а кстати мы сравняли с героями не говорить для таких дорог прямо здесь я не знаю что мы дорогами делать но мы сейчас планируется вот сюда выход у меня через вот этих проглодитов вот эту армию от остатки армии которые сейчас на самом мире вот эти четыре собаки пять богов они пойдут доедят вот эту старичку хотя бы чтобы она просто была тут уж не до хорошего просто чтобы было хотя я не удивлюсь если отсюда какой выскочит комп я кстати не понимаю почему здесь одинаково два монолита выхода одинаково либо они либо они разные мне кажется такого не должно быть поправьте если я не прав папашки с чатик это точно знают как должно быть и как нет глаза орла конечно не было но небольшой баг генерации такой маленький бажок ну хотя с другой стороны вот по багам генерации вот здесь с этими выходами немножко есть по идее даже должен быть сквозной проход ну вот честно у меня наигрыша не так много на этом саблоне что прям утверждать по поводу тех вот этих причуд но тут такое ощущение что я давненько не видел такого что вот в одной зоне хотя может быть разные зоны еще еще не факт вообще скорее все-таки одна два выхода вот 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 У меня, кстати, тут герой вроде как более-менее начал качаться, но опять же проблема одно знак не. У голубого портала 100% должен быть вход в этой же зоне, потому что если есть выход в зоне, значит есть и вход. И самое удивительное, что непонятно из какой зоны вход в эту зону. Ну, удвоить одну ману будет 20 ман, это не шибко меня спасет. А, вот за ограми что-то, кстати, сверкает точно. Да, 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 все увидели, что за ограми портал. Осталось красный найти еще. Ну, хотя для меня это уже зона потеряла какой-то интерес. Вот был бы меч, ой, шлем на знание, вместо меча, тут было бы интересно. Просто у меня такое ощущение, что я этим ходом могу ангелов даже не вытащить отсюда. Я даже не знаю, что бы я в этой Пандоре хотел увидеть такого, ну, кроме опыта, чтобы меня что-то прям вау. Есть вариант такой еще папский, можно попробовать Сепченаров разбить и взять ей эту коробку. Я не знаю, кем я буду брать Пандору, если честно, вообще вот даже не думал пока. Потому что, с одной стороны, вроде как там может быть магия, а может быть и опыт. Вот этому пацану опыт вообще никуда не впился. Салмиру опыт пойдет. Салмиру пойдет, ну, магия, наверное, да, наверное, ему она больше подойдет. Вообще вот ей бы взять бы, конечно, если бы на опыт, прям бы шикарно было. А Нимус, что Нимус? Нимус ни книги нет, ни мудрости. Просто заклинание надо, надо по-любому брать с кем-то с мудростью. Может, ГМ четвертый левел, может, еще чего фиг его знает. Может быть, просто 15 тысяч опыта или там 10. Я сейчас думаю, просто из вот этого папашки, из него маг вообще просто никакой. То есть, а вот из Салмира маг вполне будет сносный. Поэтому, да, скорее всего, будем брать Салмира. Но, наверное, не в этот ход. Посмотрим, дойдем ли мы до замка. Растется ли у нас цепь. Еще как мы с вампирами подеремся. Ну, с вампирами не должно быть каких-то больших проблем. По идее, мы быстрее, но морали мы их там перерубим. Должны легко взять. Если только их там прям 49, да? Да все равно должны выглядеть. Да. 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 Ну, понятно, что с мудростью. Но тут вопрос, вот, допустим, вот, сколько вот этот герой с мудростью и вот этот герой с мудростью. Вот этому герою, если там упадет опыт в Пандоре, что очень вероятно, что там опыт. Их там 22,49. Ну, да. Правильно, 22,49. А на первой неделе было 20,45. Замок, вот, он нужен в любом случае, потому что, во-первых, это какая-то, ну, пункт какой-то все-таки там нет-нет, да, пригодится. Ну, кстати, нет-нет, у Ксарфакса еще есть вот этот, двугниный шарик-то на 85. Если там вампиры удачно скучкуются, то можно бахнуть. На два каста шарика хватит. То есть тоже поможет. Там тупик, я понимаю, но сам факт наличия замка, он, во-первых, дает дополнительную таверну, дополнительный рынок. Где-то туда, где-то может быть что-то здесь еще будет. Какой-то ништяк. Мы где-то потом разобьемся сюда. Понятно, что можно на него забить, но не хотелось бы. Спасибо. 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 Чепочки могут не срастись. Да, могут. Могут. Поэтому я планирую так даже в крайнем случае. То есть я убиваю вампиров, возвращаю назад. Салмиром. И надо сделать, ну так рассчитать, чтобы Салмир успел в портал войти. А к Сарфаксу мы оставим какую-то армию на пробивку. Давай, ладно, начнем с самого приятного аспекта нашего ухождения. Что-то изи. Ну я тоже, ну как бы не удивлен, что их стока. Можно даже перебиться, там единичек сранить. Нет. Наверное, это была ошибка. Это была ошибка. Ну, кстати, смех смехом, а спасая беса, можно и ангела потерять. По 20 они не наносят. Ну 40 нанесут. Пока живем. Пока живем. Да, одинчик с палить кучу таймера. Так, постараться. Так, ну там Пандора 10 тысяч, скорее всего, опыта. Ладно, замок берем, героя там купим. Ах, ты еще Пандорка. Так, хороший вопрос, что делать здесь? Да. Ну что, я могу. Продолжение следует... 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 Луна там капец, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас у меня надежда, что я здесь все-таки найду выход, здесь дорога будет идти. Можно пока пользоваться тем, что оппонент тоже не шибко торопится. Хотя все-таки где-то он артефактов наковырял на знание силы. К болотному компу мне вот болотный комп вообще не нужно, куда дальше? Дальше куда? По этим болотам шарится. От компа она может никуда не идти. Она может, вот комп может быть здесь замок и тупо дорога вот будет сюда. Больше может просто не быть дорог у него. Вот тут что-то блестит непонятное. Вот смотри, вот схема тебе. Мы в этой зоне были, вышли вот в эту ртутную. От нее, соответственно, несколько выходов. Вот сюда, наверное, центральный, это синий телепорт. К компу пешком. И еще один куда-то сюда выход. Соответственно, от компа он может быть только сюда выход. И то не факт, что он есть. Может, он сразу сюда выйдет. Не знаю, пока не уверен. Вот зона какая-то. И вот зона какая-то. Это, скорее всего, получается, если отсюда следует, либо вот эта зона, либо вот эта зона, либо вот эта. Фиг вот знает. Что-то много телепортов, так-то, если честно, задуматься. Есть одна, один выход, это сюда, второй выход, это сюда, третий сюда. А, один обратно, ну, это красный портал, должен ввести. Один сюда, это какой-то портал. Один сюда, это какой-то односторонний, ой, какой-то двусторонний. Ну, охрана примерно однотипная, поэтому сложно сказать. Ну, да, телепорт может в эту же зону ввести. Субтитры сделал DimaTorzok Такая проблема, что еще надо его взять этот замок. Как-то. Бред какой-то. То ли стал миром. Ну, еще причем не факт, что меня вот он сразу выкинет туда. Может быть, он выкинет меня вообще сюда. Что за хрен угадаешь? Пандору я возьму салмиром. Я уже решил, что я сейчас салмира после операции вот этой с данжем. Я все-таки пульну. Разобью и возьму здесь. Даже мне любое содержимое, мне опыт, магия, мне больше салмирую. Этот герой мертвый. Он мертвый. Ну, что-то, вот, интересный шарик тоже пригодится. Нас уже по замкам догнали. Ну, честно, здесь мы снова вылезем вперед. Так, а у кого замок забрал? Он взял у чайного замок. Да, он все-таки вышел на свой конфлюкс, на родной. Сей факт, конечно, не может нас не огорчать. У нас какие у вас? Восьмой СП. Что у меня получается? Ну, понятное дело, что надо что-то искать, бегать. Тут я не рассчитываю, что я прямо сейчас на контакт пойду и убью. Нет, тут очевидно, что будет игра, по крайней мере, с моей стороны затягиваться. Конечно, мне триангела абсолютно ничего не предъявят. Причем, если там еще и птицы стоят, так там и без магии меня уберут. Так, а, секунду. Так. Так, открывай. Так, так у нас получилось, что у нас генерация не сильно контактная. То есть, если у него где-то надет контроль, но, скорее всего, будет упираться все, кто, кто первый научится летать, тот и будет на коне. Надо хитро сейчас армию поделить. Или катберт, катберт, там проще сбереть, наверное, какой стихот будет. Так, скорее всего, сделаю. Спасибо. 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 Да, давай. Так, что у нас здесь? Катберт, наверное, должен успеть сюда воткнуть. Передаст Салмиру армию. Салмир с армией справится здесь со вторичкой и разобьется. так, копейщиков. Вот как-то так. Да, буду Салмиром брать Пандору. Вообще, конечно, хотелось бы ездить, у него скиллы хорошие, и у меня докачаются, маны будет много, но все-таки, наверное, Салмиром. Вот этим вообще не хочу брать. Конечно, если дадут весь воздух, он, конечно, будет хорошо, но, во-первых, это я практически не верю, во-вторых, опыт просто никуда улетит Салмиру, он хоть как-то будет полезен, ему хоть как-то потом стыкными молниями кидаться. Мясо, если мясо меня вполне устроит мясо, мы хоть как-то камбэкнуться можем. А какое мясо нас устроит? Грыжные коровы? Или гноли? Смешно. Самое обидное, конечно, чтобы вот здесь вот прохода прямого не оказалось. здесь прямой проход был мне на много всю жизнь простил. и и и и болото это 14 зона данж это 13 зона все правильно все правильно а вот это вот где мы сейчас мимусом это 25 зона в теории туда можно вырваться компа какого-то забрать но у меня эти компы единственно что у компов может могут быть какие-то концы в этом конечно плюс ну то что он родной ком захавал это конечно капец до 24 зоны мы можем добраться двумя способами либо через какой-то из этих порталов вот этот или вот этот либо здесь найти зону которые без охраны здесь нулевая охрана вот в этом проходе и 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 подолбился на пару ходов сделаем сохранить надо где-то найти будет ртутную шахту и нету гемовую шахту чтобы у нас появились ресурсы чтобы мы построили видео нам очень нужен контроль код до нас и дошел лидер слоу нашелся а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Грязный картончик стал грязным геройщиком на время Картонки сегодня были, ты все проспал ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то какая-то зона прям вообще жизнь ДимаTorzok 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 это пандора серьезная какая-то нужно ли мне бить вот этих попавших непонятную какую-то зону какая-то угловая беспонтовая отража вот Так. Я вообще не понимаю, за что мне вот такую вот уродскую зону дали, вот эту вот, чем я так нагрешил, что тут ни одной дороги нет, выхода через какую-то желтую, какой-то такой бред вообще, да, это желтая угловая. Зона понятная. Даже может и это, ну да, желтая точно, причем вот эта вот. А вот эта за големами, наверное, двадцаточка. Ну сейчас надежда на то, что мы с Залмиром сейчас каким-то чудом поймаем в Пандоре какой-то контроль. Да, нычку дьяволов мы будем бить по-любому на этой неделе. У нас для этого герой заготовленный даже. Даже не исключено, что проще будет вернуться назад, чтобы на нычку как-то выставиться. Ну, по идее, надо доставить сюда на шестой день войска. На шестой мы выйдем отсюда. На седьмой мы спокойно ее возьмем и приберем потом вот эту медузятинку. С двумя дьяволами и ангелами. Поделать. Раздача такая просто вообще беспонтовистая. Я уже реально все тоскую по той раздаче, где клавиус был. Вот, кстати, комп розовый здесь обитает. Ой, не розовый, наш этот родной. Это дель. То есть где-то здесь выход из-за лифт должен быть. Не, не дают они минус две морали из-за ненависти. Ненависть на мораль никак не влияет. Ненависть влияет только на дополнительный урон. Я просто думал, что здесь, наверное, уже нам... Звук в эту зону, что ли, с горя рвануть. Или же рвануть демонов убивать. Даль и демонов. Я под Saим. Демонов. Демонов. Продолжение следует... Да не говори, он такой нубас, поэтому я предложил оппоненту засейвить, а там уже разберемся, кто из нас нубас. Чего-то капец, реально, одна зона вроде, вот это все, это одна зона, но она поделена на две, дорог нет. Что такое дичь? Сейчас единственное, что он может спасти, это папское откладывание, реально. Учитывая, что оппонент там луна такая с 10 маны, он с знаниями, и то, что он уже снил компа родного. Я могу, конечно, сделать портал в данже, поставить на дьявола, но опять же... Но опять же, опять же, у нас есть мички другие, мичка бетов есть. Поэтому... Ну, может, деньги здесь дадут. Ну, опять же, у нас есть шанс, что 50 на 50 сработает на дьявола в портал. Ну, в принципе, далеко не бесполезно предложение. Я не вижу смысла без разведки петражи, то есть непонятно, что там просто было шаражиться по треже. То есть, понятно, если бы я видел здесь несколько уликов, да, понятно, что можно было идти туда целенаправленно. Целенаправленно идти стреж без разведки как-то... Так. 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 но пока я даже не вижу направление я думаю что надеюсь что здесь где-то будет дорога это единственно что стоит надеюсь просто получилось так что у нас вот часть от замка начиная и до болота кусок вот этот вот он откололся от всей дорожной сети находится где-то на отшибе но я верю что вот здесь допустим где компьютер розовый к нему тоже дорога есть то есть я думаю что вход к этому компу где-то здесь он будет по дороге а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так что... Он ходит и ходит, видимо, у него есть чем заняться Но с другой стороны, что учитывая, что у него всего два замка Он кое-как нашел своего родного компа Он кое-как нашел своего родного компа Он кое-как нашел своего родного компа Он кое-как нашел его Продолжение следует... Продолжение следует... Да, раздача вообще огонь просто. О, дорога нашлась. И не факт, что она еще здесь соединяется. Вот с этим героем вышли здесь. Так, начнем сначала с Пандоры. С самого интересного. Продолжение следует... Зла не хватает на эту Пандору. Вот это выход к нашему компу. Тут вопрос другой, стоит ли его брать или строить цепь на нычку дьявола. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Блестяще. Так, ну, думаю, воздух, наверное, надо взять. Так, ну, думаю, воздух, наверное, надо взять. Кто-то бы схватить, бы успеть. Так, ну, понятно. Так, ну, думаю. 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 Так, ну, думаю, что я намудил. Так, ну, думаю. Так, ну, думаю. Так, ну, думаю. Так. Ну, ладно. Хватит. Так. Так, все. Находили. Так. Так. По одному declITH серии. Так. Там оппонент меня пугает, что он уже утопку берет через пару ходов так ладно все ребят всем спасибо стрим заканчиваем потому что он сход доделает и зацепит всем спасибо всем пока